Чебоксары продолжают готовиться к наступающим праздникам. Субботники в эти выходные прошли во всех районах города. Так, в Ленинском порядок наводили возле базового проезда по улицам Ленинского комсомола пристанционной в поселке Новые Лапсары. В Калининском районе массовая экологическая акция объединила активистов и депутатов Чебоксарского городского собрания в Кадетском парке. Так, сейчас подожди-ка вот это. Осколки. Аккуратно, сейчас гребем. Чего только не найдешь среди деревьев в парке. Чаще всего это бутылки, упаковки, отжившие свое кормушки и поилки для птиц, кем-то оставленный гардероб. После зимы парк похож на склад подкинутых вещей. Уже несколько недель подряд в субботу выходим на субботник. Хочется очистить город от мусора, потому что в парках обычно люди выбрасывают мусор, не убирая за собой, и мы исправляем это. Кадетский парк или роща за универмагом Шупашкар в прошлом году по голосованию жителей вошел в топ общественных мест, которые необходимо благоустроить. Это место не просто так выбрано городом, а именно как общественное пространство, которое выделили сами горожане на выборах. Это место притяжения людей. Я считаю, что весь город должен быть убран и быть чистым. В рамках старых добрых традиций. Раньше это называлось коммунистическим субботником, но в любом случае он обязывал навести порядок после зимы на своих закрепленных территориях, на своих придомовых территориях. Сегодня это называется экологический месячник. Как ни назови, цель одна – общими силами очистить город. На субботники в выходные вышли более 10 тысяч горожан. Экологический месячник продлится до 19 мая. В сторону дороги пойдемте. В год 550-летия Чебоксар такие акции должны быть постоянными. Они должны проходить в каждом дворе, на каждой улице. И организовывать их можно и с депутатами, и с городской администрацией. Но еще приятнее, когда организуют это сами люди, сами жители. После генеральной уборки приступят к озеленению. К лету в Чебоксарах планируют высадить 110 деревьев и более тысячи кустарников и создать десяток новых озелененных территорий. Ирина Волкова, Андрей Шоклев, Республика.